Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что выходные прошли так, как должны были пройти, смогли использовать спокойную обстановку для того, чтобы еще раз оценить то фундаментальное наследие, макроэкономический фонд, с которым мы имели дело на прошлой неделе. А имели мы дело с настоящим по сути черным лебедем, который сел на целый ряд финансовых активов, использующих с нами для анализа и определения спекулятивных инвестиционных целей. И я считаю то, что резонанс, он еще будет серьезным и существенным. Разумеется, что же произошло? Сейчас стоит говорить вообще о настоящем полномасштабном экономическом кризисе. Сейчас стоит говорить о том, что, по сути, без привлечения, можно отметить, распадается мировая экономика. И мы видим то, что происходит с ключевыми фондовыми индексами. Напомню, что только за две последние торговые сессии прошлой недели капитализация фондового рынка снизилась порядка более чем даже на 2,5 триллиона долларов. И я думаю, что это только начало, только цветочки, ягодки еще впереди. То, что происходит на фондовых рынках, это, по сути, настоящий коллапс. Мы наблюдаем, как сдуваются финансовые пузыри, накапливающиеся в течение нескольких десятилетий последних. И падение на 10%, на 15% по ряду активов – это только начало. В частности, ведущий китайский индекс в последнее время свалился уже больше, чем на 30%. И сейчас нет оснований говорить о том, что локальное дно достигнуто, потому что серьезно сохраняются риски того, что эта глубокая коррекция может продолжиться. Когда речь заходит о полномасштабном экономическом кризисе, разумеется, рушатся прежние инвестиционные идеи, уклад, сценарии, которые закладываются в основу динамики тех или иных представлений и рыночных предпочтений. Все, что нам остается, это, разумеется, констатировать тот факт, что черные лебеди действительно случаются, происходят, и нам нужно быть максимально гибкими и адаптивными к конкретной фундаментальной и макроэкономической ситуации. Сегодня предлагаю, собственно, как и всегда, действовать по нашему сценарию. Произнесу кодовое слово, оно позволит получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Кодовое слово произнесу либо в середине брифинга, либо ближе к концу. Чтобы воспользоваться им, разумеется, вы прекрасно знаете, нужно связаться с вашим персональным менеджером и обвинять это слово, конечно же, на бонус, на пополнение. Поскольку волатильность за последние дни, мягко говоря, зашкаливает, даже, наверное, нет такого эпитета, который смог бы охарактеризовать те безумные движения, которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому не будем играться с маленькими бонусами. Давайте сразу начнем со стоящего. В 7% на сегодня действует он до следующего брифинга. Напомню, что сейчас, конечно же, нужно задействовать все возможные инструменты, все, что возможно в целом для того, чтобы повышать покупательскую способность своих депозитов. И это, между прочим, характерно не только для, скажем, как косочных трейдеров. Дополнительная поддержка может понадобиться, конечно же, и среднедолгосочным трейдерам, если в процессе торговли используется полученная диверсификация и выбор большого количества разнообразных финансовых активов. Наш инструментарий в рамках Амаркетс позволяет использовать сразу одновременно много идей. Начнем мы традиционно с наших привычных активов, с доллара, точнее с нефти и российской валюты. Ну и также хотелось бы анонсировать, разумеется, свой вебинар, который состоится сегодня в 16.30 по московскому времени. Нам нужно в целом будет снова оценить фундаментальный фон прошлой недели. Сейчас это очень важно, поскольку, еще раз напоминаю, такие события, как на прошлой неделе, да и в принципе то, что происходит сейчас, это то, что будет держать рынок в тонусе, то, за чем нужно следить. Мы, разумеется, еще раз пробежимся по всему макроэкономическому фону, посмотрим, что нас ожидает на этой неделе, но и в целом поговорим касательно тех идей, которыми руководствуемся в последнее время. Поэтому в 16.30 по московскому времени буду рад вас всех сегодня видеть. И жду, конечно же, ваших вопросов, которые могут касаться практически любого актива. Соответственно, если будет возможность, даже по конкретным ценовым уровням, попробую ответить на их. Собираемся сегодня в 16.30, вебинар «Правильный понедельник», ведущий я. Ну а теперь, собственно, переходим к динамике нефти. Откройте, пожалуйста, графики дневки. Сейчас актуальная котировка, думаю, вы все прекрасно уже видели, на открытии сегодняшней азиатской торговой сессии. Ниже некуда, хотя, честно говоря, ниже может еще быть. Факт 44.39. Раньше мы ставили 45 в качестве поддержки, то, что рынок двигается туда, в том направлении. И это было нашей среднесрочной целью. Сначала мы, напомню, коснулись 50, потом пошли ниже 48, 47. И вот 45, это также промежуточный этап. Я думаю, что на фоне сохраняющегося фундаментального потенциала, это будет лишь, скажем, очередная поддержка, которая уже, по сути, переквалифицирована в сопротивление. Фактически котировки находятся уже ниже, даже не 44.50. Локальный лоу мы видели в районе 44.30. И сейчас этот коррекционный задел, он, в принципе, сохраняется. Почему нефть так негативит в последнее время? Предпосылок, да и, в принципе, фундаментального фона, думаю, даже если актуализировать все прошлые события, его достаточно, чтобы убедить нас в том, что каких-либо обычных ожиданий сейчас по этому активу лучше не строить. Потому что мировая экономика слабеет, опять же, даже если рассматривать ее в целом, вкупе не только, скажем говоря, про отдельный Китай, который непременно влияет на общее состояние экономики. Но в целом она действительно замедлилась, и темпы экономического роста оставляют желать лучшего. И если раньше мы сокрушали, соответственно, снижение экономического прироста на 2% за период незначительных 6-7 месяцев, то сейчас мы видим еще более глубокую просадку. А вообще события, которые сейчас разворачиваются в Китае, уже говорят нам о том, что мировая экономика в целом вступает в очень непростой период. И мы, собственно, как трейдеры, инвесторы, следящие за общим экономическим потенциалом, активом и за теми динамики той волатильности, которая разворачивается на финансовых рынках, уже должны сейчас понимать, что, наверное, худшие времена еще только впереди. Китай со своими фондовыми индексами, это вообще оказался первой ласточкой того коллапса, о котором мы сейчас говорим. И если, скажем, месяц назад, когда мы увидели первые сигналы того, что посыпался композитный индекс, потом, конечно же, Народному банку Китая удалось его поднять, вселить уверенность в трейдеров касательно того, что, да, это был локальный пузырь, он схлопнулся. И трейдеры поспешили поднять фондовые индексы с того дна, на которых они оказались в тот момент. Но после этого стало ясно, что, на самом деле, это был сигнал полноценной тенденции, которая может завести этот композитный индекс еще гораздо ниже. И в прошлой неделе мы увидели, как практически за пять полноценных торговых дней композитный индекс лишился 10% собственной стоимости. Сегодняшняя азиатская торговая сессия, по сути, не исключение. Мы видим то, что эти негативные тенденции продолжаются и в целом вселяют еще больше опасений за экономическую устойчивость и стабильность мировой экономики в целом. В пятницу были опубликованы данные по индексу производственной активности Китая. В целом были локальные надежды на то, что этот показатель сможет, скажем, добавить хоть немножко оптимизма на рынок, особенно тем трейдерам, которые считают, что нефть достигла своего локального дна и дальше будет только восстанавливаться. Были надежды со стороны инвесторов увидеть хоть какой-то позитив по промышленному сектору, потому что ну сколько можно негативить по экономике Поднебесной. Но это были лишь только ожидания. По факту статистика оказалась очень плохой, мрачной. В целом тень над производственным сектором нависла еще сильнее, потому что, по сути, отчет зафиксировал самый низкий показатель промышленного сектора за последние 6,5 лет. Поэтому в целом мы можем говорить о том, что экономика Китая еще не пережила самый серьезный спад, который еще только впереди. Напомню, что системные проблемы копились долгое время. До 2010 года экономика Поднебесной росла двузначными темпами. Сейчас уже, точнее после 10-го, к 14-му показатели темпов экономического прироста уже стали демонстрировать цифры меньше 10%. Вот в 2014 году показатели в общем 7,4%. Самый худший отчет по темпам экономического роста за последние 22-23 года. Почему же Китай переживает такие серьезные трудные времена? На самом деле, если разобраться в специфике китайской экономики и проанализировать вообще состояние всех секторов, становится очевидно, что проблемы действительно назревали. Это избыточные инвестиции, которые привели к переизбытку производственных мощностей в промышленном секторе и на рынке недвижимости. Параллельно мы видели, как рос уровень государственного долга. Мы видели, как уменьшились объемы китайского экспорта. Произошло это по причине серьезной просадки конкурентоспособности китайских производителей, в том числе, может быть, из-за последнего роста заработных плат. И в целом, конечно же, еще одной серьезной проблемы, которая действительно сейчас сказывается на регионах, это общее затухание мировой экономики, что в целом не позволяет, скажем, рынкам уже демонстрировать прошлые показатели бодрости, как это было до этого. И так, медленно, но верно, мы подошли, наверное, к логическому завершению того, что же происходит сейчас, а именно сдуванию этих финансовых пузырей. И я думаю, что коррекционная динамика будет еще более значительной. Поэтому нефть, будучи сырьевым активом, понимает, что пахнет жареным, разумеется, осознавая, что проблемы могут привести к китайской экономике, да и в целом мировой экономике, к еще большему снижению, соответственно, спроса, снова выпячивает на передовую факт зашкаливающегося предложения. А поэтому получается, что у нас главный негативный фактор и фундаментальные основания для сохранения еще более глубокого коррекционного импульса, он по-прежнему актуален. Избыточное предложение. Напомню, что на прошлой неделе мы анализировали данные по производству и в Саудовской Аравии, и в Ираке, как, скажем, уже действующим производителем в Анголе. Потенциально ждем еще и дополнительные объемы из Ирана после снятия финансово-экономических санкций. И, разумеется, опять же, возвращаясь к нашей уже, скажем, долгоиграющей фундаментальной идее, сейчас предложение, но никак, особенно после последних событий, не удастся найти поддержки со стороны спроса. Что касается дополнительного фона, то, что мы видим сейчас по нефти, это даже не просто тенденция, это самый настоящий серьезнейший тренд, который по глубине коррекции и, скажем, длительности мы не видели, наверное, с 1983 года. И я думаю, что этот затяжной тренд, именно снижение котировок нефти, он сохранится и плавно перейдет в 2016 год. Что нас ждет там, покажет, конечно же, только время, но я думаю, и, опять же, обрисовывая общий фундаментальный фон, стараюсь, чтобы и вы плавно подходили к таким же выводам, по нефти мы увидим еще более глубокую просадку. Также традиционно в конце недели мы анализируем данные по количеству буровых в США, если на прошлой неделе их было 672, сейчас 674. Поэтому факт еще одного, скажем, прироста, что в целом может стать причиной более объемлющих показателей по предложению. Поэтому в целом нам остается только сейчас следить за тем, как нефть продолжает проливаться, сыпаться своим многолетним минимумом. Поскольку наша среднесрочная цель по бренду 45 реализована, давайте ставить еще ниже возможность на движение в район 44, хотя там остается совсем чуть-чуть, может быть, даже зайти на еще более глубокие цели, может быть, даже 43. Поэтому 43 пока ставим в качестве нашего ближайшего ориентира. Что касается рубля, тут, исходя из коррекционного потенциала нефти, думаю, рублю стоит сказать до свидания, потому что уже мы видим сопротивление 70 оказалось позади. Надеялись мы, конечно, что на этом уровне в игру вступят монетарные власти России, хотя речь идет пока о премаркете, рынки еще не открылись, это произойдет буквально через несколько минут. Может быть, ЦБ уже что-то приготовил для того, чтобы влиять на текущую ситуацию на российском валютном рынке. Но я думаю, что вряд ли. Хотя опасения, может быть, даже не опасения, а, наверное, оптимистичный момент, связанный с возможными действиями со стороны ЦБ, он сейчас присутствует на рынке. Актуальные котировки уже в районе 70-50. Посмотрим, где мы закроем себя сегодня и посмотрим, вступит ли в игру Центральный банк. Мы отмечали в качестве такого психологического рубежа отметку 70, поскольку на уровне 65 ЦБ бездействовал. Может быть, скажем, терпение кончится у него сейчас. Инструменты для того, чтобы повлиять на курсовую политику, безусловно, присутствуют. О них мы уже говорили. Поэтому нам остается только оследить. Но единственное, что стоит отметить, снижение нефти, опять же, на фоне текущих экономических реалий в России, может все-таки даже, как ни крути, оказаться более объемлющим фундаментальным фоном. Поэтому, если коррекция черного золота продолжится и дальше, я думаю, что это снижение может легко нивелировать всю потенциальную поддержку, которая пойдет со стороны Центрального банка. Если у руководства такого сценария, наверное, что бы сейчас ЦБ не предпринял, все-таки единственное, что может вернуть быков в расположение этого актива рубля, это только отскок бренда от минимальных значений. Ну или, может быть, какой-то легкий контртренд, который сможет вернуть позиции черного золота хотя бы в район 50 долларов за баррель. В противном случае рублю придется и дальше терять позиции против своих основных конкурентов. Делали мы большую ставку еще на налоговый период, но, судя по всему, неделя уже прошла, наверное, экспортеры запаслись ликвидностью, обязательства основные будут исполняться сегодня-завтра. За неделю мы вообще не видели какого-либо позитива в отношении российской валюты, ни малейшего отката. Напротив, каждая торговая сессия – это обновление многомесячных минимумов против доллара. Поэтому было предположение, что налоговый период, по сути, подавляется и, скажем, нивелируется повышенными обязательствами российского корпоративного сектора в этом месяце и в начале сентября. И мы называли, что сумма как раз этих обязательств перед международными и иностранными кредиторами может составить около 15 миллиардов долларов. Поэтому налоговый период прошел стороной российский валютный рынок и не оказал никакой поддержки рублю. Поэтому сейчас все-таки делаем ставку на, если мы уже сделали ставку на ослабление нефти, давайте тогда обозначать новые цели по российской валюте против доллара. Потому что наша долгосрочная цель 70 оказалась реализована так быстро, как мы не могли предположить. Значит, следующей целью давайте поставим уже 71 рубль за один американский доллар. Идем дальше. Европейская валюта, евро-доллар. Здесь и вовсе чудеса волатильности. Последние четыре торговые сессии позволили европейской валюте, главному валютному риску, прибавить больше 400 пунктов. Потому что мы, по сути, поднялись с уровня 1.10. В текущей актуальной котировке 1.1450 уже сегодня практически уровень на азиатской торговой сессии 1.15 был пробит, но чуть-чуть евро не дотянул до этой отметки. В целом, та тенденция, которая сейчас наблюдается в отношении рисковых инструментов, это опять же связано с той динамикой, которая развернулась на мировом финансовом рынке, на фондовых рынках, на заключительных торгах прошлой недели. И мы говорим действительно о факте такого маленького черного лебедя, хотя как посмотреть, может быть, этот черный лебедь может завести фондовые индексы к, скажем, такому дну, которому, в принципе, никто и не мог приготовиться. Евро-доллар, разумеется, оказался динамикой, точнее, и волатильность критичной для тех целей, которые мы поставили к рационному характеру. Мы отмечали то, что евро-доллар имеет возможность на закрепление ниже уровня 1.10. И сейчас, говоря про динамику евро, стоит прекрасно понимать, что главным движком этого валютного актива сейчас выступает не какой-то фундаментальный фонд национального происхождения, а именно проблемы, с которыми столкнулась мировая экономика. Потому что, опять же, коллапс и сдувание финансовых пузырей, опасение за устойчивость и стабильность мировой экономики в целом стало причиной ухода трейдеров и инвесторов в защитные активы. И здесь особым спросом стали пользоваться как раз швейцарский франк, здесь особым спросом стала пользоваться японская иена. И даже золото, на которое мы в последнее время не делали ставку, почему-то сейчас, ну хотя понятно почему, все-таки действительно реальность оказалась жесткой для трейдеров и инвесторов, золото также пользуется сейчас поддержкой, популярностью и спросом, и уже смогла отскочить от своих локальных отметок и минимумов. На европейскую валюту не повлияли даже сообщения, связанные с отставкой премьер-министра Греции Ципроса. Хотя, если мы начнем развивать эту идею, становится очевидно, что сейчас, когда речь уже зашла о реализации третьей программы финансовой поддержки, столкнуться еще с политическими выборами, то есть с политической неопределенностью, это значит то, что создать на рынке препятствия для реализации, скажем, программы, связанной с получением финансирования Греции и, по сути, связанной с созданием препятствий для исполнения Греции тех обязательств, которые были возложены на нее со стороны тройки корректоров. Европейского центрального банка, Европейской комиссии и Международного валютного фонда. Евро, по сути, эти риски сейчас полностью нивелирует, поэтому стоит, конечно же, отдать должное сейчас слабости американской валюты, и рисковые инструменты эту слабость неплохо используют. Что касается долгосрочных трейдеров, здесь, конечно же, рекомендации могут носить следующий характер. А в целом тот фундаментальный фон, который мы анализировали по евро, он, разумеется, создавал и создает достаточное количество оснований для того, чтобы евро все-таки оказался на более низких уровнях, нежели торгуется сейчас, на гораздо более низких уровнях. И как только рынок избавится от вот этого панического страха, разумеется, снова, скажем, в сознании трейдеров начнут всплывать те прошлые инвестиционные идеи, которые и должны быть сейчас ключевыми локомотивами для движения активов. И одной из этих идей как раз является, опять же, ожидание новых экономических стимулов со стороны Европейского центрального банка. И выводы об этом мы делали на основании, опять же, объективной статистики очень низких показателей по инфляции. Поэтому по евро-доллару, как ни крути, как только слабость американской валюты позволит, скажем, заместиться идея прежнего роста в преддверии ожидания повышения процентной ставки, трейдеры-инвесторы переключатся на слабость евро и снова потащат этот тандем валютных активов к тем ценам, которые мы поставим. Долгосрочные трейдеры здесь особенно заключаются в том, что риски обычно незначительные, но я надеюсь, что если вы себя относите к долгосрочным трейдерам, вы не злоупотребляетесь с правилами риск-менеджмента, поэтому плечо незначительное и та просадка, которая имеет место быть сейчас, она может квалифицироваться лишь как рабочая просадка. Но покупать евро сейчас только потому, что европейская валюта растет, это может быть неправильно, несмотря на то, что рост действительно осерьезный. Впереди у нас мощное сопротивление в районе 1.15, давайте для долгосрочных трейдеров, разумеется, здесь остается сжать, скажем, кулаки, действительно следить за текущей ситуацией, но ни в коем случае не выходить из сделок. Что касается долгосрочных трейдеров, то, наверное, сделки уже были закрыты по стоп-лоссу, сейчас входить в рынок ни в коем случае не стоит, потому что волатильность бешеная, и мы видим даже локальные откаты, которые в рамках низких часов превышают одну фигуру, даже больше 100 пунктов. Поэтому сейчас, если есть настрой все-таки скупить евро, нужно подождать закрепление пары евро-доллара выше уровня 1.15. Пока этого не происходит, не нужно даже делать ставку на коррекцию. Что касается долгосрочного трейдинга, я уже отметил, продолжаем следить за возможностью реализации нашего медвежьего сценария. И, скажем, для успокоения, еще раз напоминаю вам, цели от Morgan Stanley, от BNP Paribas и JP Morgan Chase. Они отмечают то, что в целом, если средние показатели и средние прогнозы взять в перспективе 2-3 месяцев, евро-доллар сможет уйти ниже уровня 1.10. В частности, BNP Paribas ставит цель, как и мы, 1.08. Поэтому, скажем, на ближайшие 2-3 месяца, я думаю, что мы сможем снова вернуться к нашим прежним коррекционным идеям по евро и, наконец-таки, реализовать ее в конкретно ту идею и через, возможно, снятие даже тейк-профита, если евро начнет активно слабеть против американского конкурента. Что касается пары доллар-японская иена, здесь у нас также далеко мы уже отскочили от нашей цели. 125 сейчас актуальной котировки, 121. Говоря про доллар, здесь, разумеется, стоит вспомнить и прошлые протоколы, да и в целом, можно даже уже на протоколы закрыть глаза, потому что совершенно очевидно, что сейчас от американца отказываются в пользу как раз защитных активов. Впереди у нас достаточно важные недели, особенно важная будет следующая пятница, 4 сентября, потому что в следующую пятницу будут опубликованы данные по Non-Farm Perils. Это последний важнейший отчет перед решением по сентябрьской ставке. Также в следующую пятницу состоится конференция Лекера. В принципе, этот представитель ФРС, скажем, славится своей жесткой позицию и высказываем касательно необходимости повышения какосочных процентных ставок. То есть, вспомним еще комментарии Дениса Локкарда. Я думаю, что в целом у них может получиться неплохой дуэт для того, чтобы транслировать на прочих представителях ФРС необходимости повышения какосочных процентных ставок. Сейчас вероятность этого события снизилась ниже 50%, но я еще раз напомню, что если мы увидим хорошие данные по Non-Farm Perils 4 сентября, при этом также будут опубликованы данные по росту заработной платы, и если они также смогут порадовать трейдеров, значит появится основание для продолжающегося роста инфляции и вероятность ужесточения монетарной политики сразу будет двигаться выше 50%. Поэтому от длинной идеи для долгосрочного трейдинга по американцу против японской иены мы также не отказываемся. Здесь сакральным уровнем является уровень 120 до того, как USD-йена, скажем, мне кажется, ниже этой отметки делать ставку для какосочного трейдинга на возможность еще более глубокого отката сейчас очень опасно. Поэтому здесь также приходится только следить и смотреть за тем, какие события разворачиваются на мировом финансовом рынке и на фондовых площадках. Сейчас они ключевые триггеры рынка. Другие активы. USD-чиф также далеко отскочил от паритета. Мы видим, что текущие актуальные котировки 0,9430. Единственная причина, вследствие которой Национальный банк Швейцарии сейчас не задействует дополнительные меры экономического стимулирования, так это факт усиления позиций европейской валюты. И если мы уже сказали, что, в принципе, вот это бычье ралли по евро, оно становится все трудно и трудно поддерживаемым на текущий момент и может легко сместиться прежним коррекционным откатом, я думаю, что, разумеется, как только это произойдет, снова станут актуальными спекуляции на тему дополнительных мер экономической поддержки со стороны Национального банка Швейцарии. А значит, USD-чиф снова пойдет у нас к нашей долгосрочной цели в районе паритета. На текущий момент ставка Национального банка Швейцарии минус 0,75. Судя по тому, как крепчает пранк в последнее время, даже, скажем, отрицательной ставки недостаточно для того, чтобы избавить эту валюту от защитного статуса. Но в целом мы прекрасно понимаем, что стоит сейчас тенденция измениться, как трейдеры сразу же сделают ставку уже не в пользу прежних защитных активов, то есть против уже иены, швейцарца и золота. Я думаю, что в этот момент мы, разумеется, будем на рынке и сможем точно определить этот момент, когда снова можно будет вернуться к длинным сделкам по паре USD-чиф. Ну и еще австралийцы против доллара, новозеландская валюта против доллара и USD-кат. Это, пожалуй, три тандема валютных активов, которые пока полностью реализуют также те цели, которые мы поставили, в частности, OutUSD. На текущий момент мы руководствовали с целью 0,72. Этот уровень был сегодня пробит, фактически минимум 0,7199. Я считаю то, что, опять же, на фоне мировой экономики тех проблем, которые сейчас характерны для нее, на фоне падения цен на сырьевые активы, этот фонд будет определяющим для австралийской экономики и, разумеется, для австралийца. Поэтому 0,72 – это только начало коррекционного пути. Мы поставили еще на прошлой неделе, а точнее, даже еще более длительный период назад, цель 0,70. Пока туда и смотрим. Еще чуть-чуть осталось. На Вазеландеце цель пока 0,65. До нее остается также совсем чуть-чуть, но также на этом уровне мы не остановимся, потому что вслед за уровнем 0,65 будет значение 0,63. И еще USDCAD. Мы обозначали возможность уверенного закрепления выше уровня 1,32. Именно это и произошло. В текущей актуальной котировке 1,32 практически 50. Наша ближайшая цель 1,33. До нее остается еще совсем, скажем, немного, несколько десятков пунктов. И я думаю, что буквально уже до конца этой недели мы сможем оказаться рядом с этим сопротивлением. Поэтому USDCAD, цель 1,33. Потом, может быть, пойдем еще выше. Хотя не может быть, я уже забегаю вперед. Хочу напомнить нашу прежнюю цель. Это возможность движения этого союза активов в район 1,35. В частности, эти недели были подкреплены еще и Банком Сити и Бинтой Париба. Собственно, теперь что касается кодового слова. Сегодня это настроение. Ставка, еще раз напоминаю, бонус, величина бонуса 7%. И чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вашим персональным менеджером. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале о маркетинге на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.